доброе утро дорогие друзья сегодня какое же число лишь подскажи 21 ноября утро мы собираемся завтракать лёшик там заваривает чай кофе а я здесь делаю вареники заказал расскажу вкратце такого уж подробного мастер-класса по вареникам не будет ну расскажу значит здесь у меня стакан воды теплой одно яйцо чайная ложка соли и 2 столовых ложки растительного масла все это я венчиком сбила так не сильно но пенка все равно вот есть здесь у меня просеянная мука кстати мука у нас раритетная сейчас такой муки нет да лёш клевер все был магазин била в москве очень хороший магазин лёшик его просто обожал а сейчас лента и все теперь в ленту практически лёшик не ходит перешел на заходишь и народ как на экскурсию ходит ну дорого правда если только какие-то акции все на 20 50 рублей дороже чем вот-вот магазин ну даже перекресток который считается там немножко подороже даже он по многим позициям дешевле короче ты перебазировал сейчас дикси магнит до перекресток благо на улице у нас этих магазинов да кстати да на километре раз-два два дикси две пятерочки две ленты вкус вилл там полярная звезда и вот полярная звезда очень хороший магазин которых всего два в москве на их два в москве и оба в нашем районе один наш микрорайонный моторный вот этот магазин отличается от всех тем что там представлено магазин товары которые не представлены во всех вот этих сетевых магазинов да там есть то что из сетевых магазинов но очень много других и очень много они делают своего ладно это мы отвлеклись от темы так что лёшик привез эту муку мне в подарок говорит ли на на у меня стоит стоит пропадет короче это мука избил и это их марка клевер не только мука там было много чего в общем здесь 550 грамм просеянной муки и теперь я здесь делаю ну такую я не знаю как сказать вот такую вот вороночку ямочку и потихоньку потом начну вводить вот эту жидкость ну и соответственно все это дело замешивать тесто потом у меня постоит минут двадцать а я пока займусь творогом пока кофе у меня остынет я не люблю слишком горячий кофе это уже кофе 2 вот я вам кое-что сейчас друзья покажу во первых покажу что у меня уже готов коврик один а здесь потрескивает камин мне так понравился ваш комментарий что женщина даже не догадалась что это все звук идет из колонки что дрова подсвечиваются как будто они горят и она очень испугалась когда вчера в кадре монка полез туда в камин лёшик здесь рядом был она испугалась что сейчас кто-то из них обожжется или вообще сгорит да очень натурально друзья очень сейчас вот добавлю немножко звука в общем это все работает пока не сядет колонка и этот звук слышен даже на кухне в комнате в общем какое-то умиротворение но я вам о другом хочу сказать вчера просмотрев видео многие мне написали комментарий как прикрепить снежинки ну вот здесь вот на камин вы-то мне советовали булавочки которыми вот скалывают когда продают мужскую сорочку рубашку вот и что именно этими булавочками незаметно можно воткнуть вот сюда и не будет никаких отверстий ничего друзья вы были невнимательны вот у меня остался кусочек этого плинтуса я говорила что плинтус полиуретановый это очень это не пенопласт а видимо у вас плинтус был пенопластовый конечно в пенопласт легко влезет вот это английская булавочка а это полиуретан вы видите что ни одной снежинки здесь нет мне пришлось их убрать потому что коты все это дело посрывали и не вариант нам так украсить камин кто-то еще спрашивал лена а где у вас будет стоять елка друзья у нас елки не будет у нас пять котов и я не хочу вот этот стресс подпрыгивать ночью когда будет падать елка вместе с игрушками и потом там мишура которую кузьма кушает они даже вот эти иголочки как бы пытаются кусать что очень очень опасно для котиков в том году у нас кузьма чуть не отправился на радугу я не увидела как он сживал мишуру ну ладно хорошо без мишуры можно обойтись но вот эти иголки тоже они жуют вот поэтому елки не будет и даже не будет игрушек на камине вот вчера вы видели я этими снежинками украсила не снежинками елочными игрушками я в фикс прайсе покупала сегодня здесь ничего нет потому что за ночь они все это дело ободрали ну ладно я вам покажу ну что я иголочку вставила видите расстояние между щель то есть между плинтусом и столешница вот только туда можно в но втиснуть эту иголочку я вам сейчас покажу что в этот ухтыж представляете сорвала сорвалась и так бусинка я даже достать не могу надо пассатижи будет сейчас принести ладно я сейчас я другую возьму иголочку просто вам покажу монет и уже здесь да ты уже здесь желтоглазик вот я взяла эту булавочку посмотрите сюда не то что воткнуть сюда нужно просверливать каким-то мелким сверлом отверстие и только потом впихивать то есть это нужно значит это все испортить этот плинтус поэтому он такой дорогой он очень плотный ударопрочный я именно такой искала для камина не пенопластовый друзья это большая разница поэтому иголка сюда ну никак не влезет никакая не вот это не с рубашек никакая вообще ну и это уже не актуально сейчас я по вытаскиваю возьму пассатижи по вытаскиваю вот это нормально вылезла видимо здесь слишком узкая щель по вытаскиваю все вот эти вот достала иголочки и все украшение у нас будут только вот эти которые стоят вот на столешница камина и вот это украшение которое прислал т-декор вот вот только его они не трогают кстати там были комментарии по поводу как получить скидку там что-то у вас не получалось я вам ответила друзья позвоните там есть телефон в т-декоре чтобы мне не играть в испорченный телефон я конечно могу позвонить антону менеджеру этого магазина все у него узнать потом вам пересказать лучше если вы найдете на сайте магазин этот телефон магазина т-декор и спросите какие документы вам приложить чтобы получить вот эту десятипроцентную скидку я думаю что у вас все обязательно получится и скидочку вы тоже обязательно получите сейчас я положу иголки в руки и покажу вам вблизи этот красивый коврик пока этот коврик красуется вот здесь возле камина вот такой красавец у меня получился пришила я конечно же вручную вот эту бахрому или тесьму с бубенчиками видите завершила последний ряд специально серым цветом чтобы незаметно ну пришить вот эту тесьму чтобы она пришилась красиво была мысль пришить о их завершить черным цвет цвет цветом но тогда бы вот эта тесьма ну было видно как как я ее пришиваю понимаете хотя можно было взять черную нитку но тесьма то все равно серая в общем решила я завершить серым светло-серым цветом вот вы видите под тесьмой наверное не ошиблась вот такой красавец у меня получился все диаметр здесь 60 сантиметров как раз по диаметру шины вот сегодня мы с лёшиком обсуждали какие крепления придумать чтобы шину облицовать вот этой деревянной деревянным штакетником скажем так вот из ящиков которые я таскаю от шуры я тоже морилка их покрою но как их крепить к шине это вопрос скорее всего будем крепить на болты с обратной стороны на гайке вот потому что к резине я не знаю как это все прикрепить и да очень благодарна вам за комментарий я кстати тоже думала на эту тему но вот мысль не пришла вы мне подсказали что когда шина будет готова то она станет тяжелая она и сейчас тяжелая а когда еще сверху будет ну крышка из уэсби панели до коврик который кстати весит кило 240 грамм да еще вот этот штакетник которым будет обрамлена шина с лицевой стороны она будет тяжелой и как эти пуфы потом таскать во дворе и одна женщина подсказала мне лена посадите эту шину на крестовину на какое-то основание купите вот такие вот кстати колесики как вот у кресла компьютерного и тогда ваши пуфы будут двигаться друзья отличнейшая идея просто очень очень вам благодарна за эту идею ну просто вот не знаю вы супер вы молодец так мы и сделаем все это будем делать зимой вот значит уже сказала я вам что на вот этот коврик диаметром 60 сантиметров чтобы вы могли прикидывать кто будет заказывать эту трикотажную пряжу чтобы вы могли прикидывать сколько вам пряжи надо вот здесь значит 60 сантиметров диаметр коврик весит 1 килограмм 240 грамм ну то есть если в моточке который стоит ну давайте округлим 150 рублей без скидки а так еще дешевле бывают даже там акции по 125 рублей за 400 грамм то вам понадобится всего три вот таких моточка на вот такой большой коврик тесьму я покупала на ван борис и к сожалению в ты декоре такой тесьму нет а вот тесьма 9 метров 200 210 рублей по моему вот так сейчас покажу вам с изнанки с изнанки коврик тоже не менее красивые а может быть даже и лучше чем с лица так что друзья зима как раз то время когда нужно подготовиться к лету к дачному сезону чтобы пятым точкам было тепло комфортно ну и чтобы это конечно радовало глаз вот такой коврик у меня уже получился из новой пряжи дровишки все потрескиваю сейчас пойду делать варенички кстати еще один комментарий был поднимите зеркало дан может быть лучше так будет на сантиметров 10 может быть мы сегодня с лёшиком поднимем зеркало ну чтобы камин еще лучше смотрелся а так он сливается с зеркалом конечно не очень тоже очень благодарны вам за ваш комментарий но вы как бы нам такой пендаль под зад далее тоже хотела подвесить единственное что не хотелось лишние дырки делать в этом стене и мы даже когда делали камин вот здесь немножко срезали чтобы четко входила столешница под зеркало чтобы не переделывать отверстие для зеркала но скорее всего переделаем посмотрим сейчас поднимем с лёшиком посмотрим как это будет смотреться и возможно зеркало тоже перевесим немножечко выше вот так вот я сейчас вам покажу как я здесь украсила вот эту полочку здесь у меня вязание дела спицы все инструменты там здесь тоже в этой коробочке из-под краски которую я украшала джутом тоже там и джут ну и всякая тесьма это просто как антураж а нет там даже свечи лежат я и забыла что там свечи лежат вот так вот сейчас смотрится эта полочка вот весь наш новый год будет здесь куда не достают коты вот и здесь я еще сделала вот такую подсветку вы помните как я это делала это лампа в коробе который я в которой я запихнула туда лампа дешевая из светофора вот опустила вниз чтобы направление света было можно сделать направление света вверх тогда это будет смотреться вот так тоже кстати неплохо в общем здесь еще получилось полочка с подсветкой и да вы писали что вот эти крючочки тоже могут быть дополнительным местом хранения можно сюда что-то ну подвесить положить в тот же пакет или сумочку те же самые моточки с каким-нибудь текущим проектом подвесить в красивую сумочку в общем сейчас вот так смотрится наша комната с камином да забыла вам сказать перевесила я вот этот ловец снов повесила вот сюда в спальню ничего абсолютно не делала кроме как покрыла морилочка вот в такой коричневый цвет вот так сейчас это смотрится в нашей спальне очень гармонирует вот со стеной с обоями которая вот ну а на улице у нас зимушка зима все белым-бело чисто красота пусть я пришла пас полюбоваться ну а я тут уже занялась вареничками тесто постояла с полчасика а то может и больше теперь делаю варенички да еще друзья у меня канал не кулинарный я делаю так как делаю то после запеканки да кто ж соду кладет в творог да не подойдет запеканка да она вообще не подойдет хоть соды хоть без соды потому что там большое количество творога она он сразу после духовки у меня подошла а потом все сдулась и ну вкусно вкусно было ничего не могу сказать поэтому я никому не навязываю это немного ли лимон немного ли корица немного ли ваниль ну я же не заставляю вас класть это все делайте по вашему вкусу мне очень вкусно было и корица и лимончик все хорошо чувствовалось я люблю такое если вам не нравится вы конечно готовьте так как вам нравится зачем же писать типа кто же кладешь я кладу сейчас сделаем варенички уже творог приготовила творог вместе с желтком белок убирала желток ой камера чуть не упала так ну вот сейчас покажу вам творожок который получился вот такой вот нежный почему я его взбила блендером повторю здесь желток без белка и ложки 2 горой сахара но творога грамм 300 наверно было и блендером все это взбила больше ничего не клала вот такая масса получилась потому что домашний творог он такой зернистый поэтому чтобы легче было укладывать творог в вареничку я взбила ну про блендерила его так скажем друзья решила вам показать картину вот одна это маруська вот вторая пучка еще где-то малышка малышка вот она спит монка там кушает на подоконнике шпулька здесь спит все возле лёшек а лёшек как же они тебя любят а особенно маруська к чему эти пучку вот тоже не отходит ну маруська вообще и она млеет с тобой ну а я налепила здесь вареничка сложила их на поднос первая партия может быть не все брошу вот что у меня осталось из этого теста сейчас закипит водичка посолю и буду варить ну что друзья ни один вареник не разварился я еще сверху вот так мы любим сладкое положила вот кусочек маслица и немножко присыпала сахарком а какая вкуснятина сейчас еще одну порцию поставлю и будем кушать всем приятного аппетита ну что скажите алексей дмитриевич вкусно вкусно со сметанкой сейчас я к вам тоже присоединюсь вкусно что пусть это уже вареник хочешь ты не ешь такое всем приятного аппетита друзья